всем привет в прошлом году я уже показал как использовать вот такой вот хлыстик продаются они у нас именно у нас в городе допустим по 80 рублей длина его метр двадцать делал я из него вот такой вот себе ultralight spinning кому интересно посмотрите у меня на канале есть видео нягенький даже подходит для нано джига ну а сегодня вот у этого хлыстика будет немного другое применение а именно в прошлом году сломался у меня бланк спиннинга и при помощи вот этого хлыстика сейчас я его буду ремонтировать вот этот спиннинг я использую именно для донной ловли так что тест мне здесь не особо важен поэтому если нужен был бы мне определенный тест конечно бы же я заказал комплект но так как у меня это донка не пойдет и такой вот пустяка стекловолотна для начала нужно подготовить нижнюю часть бланка а именно где кончик вот здесь вот у меня идет большая трещина сейчас светановым фонариком вот видите полоска идет от кончика вот обратно возвращается то есть где-то вот так вот не надо обрезать верхнюю часть для этого лучше всего использовать надфилек чтобы не повредить волокна отмерил чуть-чуть запасом и по кругу начинаем стачивать стачиваем прямо до самого конца отламывать не надо вот и все друзья дальше берем хвостик вставляем его и примеряем какая нам нужна длина когда он залез плотненько отмечаем то место докуда у нас залез дальше берем часть прикладываем бланк и прикидываем здесь уже какая нам нужна будет длина и где я наметил отсюда сейчас надо будет немного сточить вот таким вот образом зажжет в кусочки дрель поставил на маленькие обороты дальше взял вот такой вот кусочек резины теперь к ней надо будет прикрепить наждачную бумагу крепить буду на двухсторонний скотч прилепил 4 полосочки можем наждачную бумагу и вот так вот прилепляем вот что получилось переходим в дрели зажимаем хвостик в патрон подтягиваем и можно приступать к обработке сейчас включу дрель одной рукой буду поддерживать кончик хвостика чтобы он не вибрировал а другой рукой буду вводить наждачкой ну сейчас вы все увидите бланк готов можно примерять примерил еще надо чуть-чуть его удлинить поэтому делаю новую метку откуда стачивать также сейчас зажму дрель и продолжу точить ну вот таким вот образом чуть-чуть подточили проверили подточили проверили пока не подгоним до нужной длины ну вот и все нужная мне длина достигнута отмерил до куда он будет заходить ищем полоску я думал такого кусочка для жесткости будет достаточно чтобы она переходила одно кольцо а вот эту часть можно будет спокойненько сейчас отрезать как раз и бланк будет легче и садится будет надежнее теперь вот это соединение можно посадить на эпоксидный клей улице еще прохладно чтобы работать с эпоксидной смолой поэтому остальное все буду доделывать дома итак сперва размечаем на хлыстике на своем место до куда мне надо будет намазывать эпоксидку взять черчевую линию карандашом вытаскиваю заготовку вот то есть у меня получается где-то вот такой вот участок будет сидеть внутри бланка тем самым он придаст или большую жесткость и вот эту часть мне сейчас и надо промазать эпоксидкой смола с отвердителем разводится где-то один десяти один к восьми но если вам надо чтобы высохнуть побыстрее можно даже один к шести замесить вливаем два компонента кунть емкость и хорошо хорошо это все дело надо перемешать дальше обязательно нужно обезжирить место склейки ну и по возможности также обезжириваем сам бланк внутри после того как эпоксидная смола хорошо перемешана можно наносить ее на хлыстик затем уже вклеивать хорошо все промазали теперь берем бланк и вот с этой широкой стороны вставляем хлыстик ставили и аккуратненько его туда продвигаем продвинули чуть-чуть вот при помощи круговых движений еще подтягиваем после того как ставили уже хлыстик место соединения обязательно тоже протираем что там не осталось никаких капелек чтобы у нас все подходило потом плотно для большей надежности место соединения обмотал еще капроновой ниткой чтобы не завязывать узлы сделал такую петельку в начале перед обмоткой когда до нее домотал вот так продеваем за другой краешек так вот тягиваем обратно хвостик лишнее откусываем ну после этого также можно чуть-чуть промазать эпоксидной смолой как раз место соединения будет скреплено хорошо капроновой ниткой и она в случае чего не сможет уже треснуть теперь вот этот стык уже сто процентов будет крепким и надежным далее вот этим хлыстиком вниз ставим бланк наш и ждем полного высыхания эпоксидной смолы и так прошли уже почти сутки эпоксидная смола уже довольно таки хорошо высохла теперь можно продолжать ремонтировать дальше ну а дальше нам потребуются вот эти вот заводные кольца с обломанного кончика бланка снимаются они очень просто достаточно вот так вот нагреть зажигалочкой и затем потихонечку вот так вот стягиваем также поступаем с остальными на гриле и вытаскиваем 3 точно также дальше при помощи кусочка наждачной бумаги нужно подогнать верхний тюльпанчик чтобы он залазил прям туго и хорошо так вот берем небольшими вращениями потихоньку снимаем слой за слоем пока тюльпанчик не налезет как нам надо после того как подогнали тюльпанчик нужно сразу же разметить расстояние для колец и можно их будет уже вклеивать расстояние должно идти на уменьшение здесь вот допустим 30 сантиметров дальше сделаем 28 отмерили наметили здесь у нас станет первое кольцо следующее расстояние я сделаю 26 сантиметров ну и до носика у нас останется 22 сантиметра в принципе для донного удилища нормальные размеры теперь нужно выставить кольца чтобы они были ровно в одну линию тут уже кто как хочет подгонять и я это буду делать при помощи клей от клеевого пистолета сейчас прилеплю а потом буду фиксировать обычной капроновой ниткой дальше залью все это супер клеем вот таким вот образом зафиксировал на клей от клеевого пистолета теперь можно обматывать ниткой сделал такую вот петельку сейчас в сторону нее буду наматывать капрон дальше хвостик продену вытащу и у нас не будет никаких хвостов здесь то есть вот таким вот образом поджал теперь аккуратненько в натяжку виточек к виточку начинаем так вот наматывать чтобы было все ровненько и аккуратно намотали чтобы вот этот язычок весь был скрытый даже чуть с напуском теперь вот этот вот краешек обрезаем продеваем его в петельку и дальше вот за этот вот хвостик начинаем затягивать тем сам край нитки у нас спрятался вовнутрь вот этот хвост лишний теперь обрезаем после этого чуть-чуть убираем заусенцы зажигалочкой первое кольцо готово проверяем соосность все вроде ровно теперь можно клеить берем тюбик супер клеем очень очень хорошо пропитываем всю эту нитку после того как пропитали ждем когда супер клей застынет и точно так же поступаем со следующим кольцом и с носиком обязательно проверяйте соосность вы все кольца были в одной линии ну а сам тюльпанчик уже здесь можно просто посадить на супер клей хорошенечко промазываем кончик бланка пока клей не застыл одеваем тюльпанчик и выравниваем после этого лишние капельки здесь вот убираем для большей надежности здесь можно также потом намотать ниточку ну и после этого также пропитать супер клеем теперь все соединение будут держаться надежно кольца стопудово уже никуда не вылетит дальше это дело все можно покрыть либо лаком либо какой-то краской водостойкой я еще подумаю но так ремонт спиннинга а вернее его бланка считаю законченным вот друзья все таки решил я это дело все покрасить вот таким вот образом облепился бумажным скотчем зашел в другу в цех сейчас по быстренькому здесь компрессор одунем и будет бланк одного черного цвета краска водостойкая нитро вот бланк покрасил такая вот красота уже получилась но теперь хочу сделать последний штрих больше скажем так для красоты чем для функционала сейчас покрою вот эти вот все скруточки из нитки которые делал прозрачным лаком то есть что-то сделано подобие вот такого покрывая это для того чтобы не так сильно было заметно нитку а были такие вот небольшие наплывчики аккуратненько вот так вот промазываю все стыки капроновые нитки делаю всю поверхность гладкой при помощи лака ну и вот друзья что у меня в конечном итоге получилось очень простой ну не сильно быстрый ремонт зато бланк теперь выглядит как новый никто даже не догадается что он сделан из двух частей в общем вот такая вот красота мне получилось ну а на этом у меня все всем кто досмотрел это видео до конца спасибо за просмотр надеюсь что для кого-то было полезным всем пока до новых встреч до новых интересных видео